Я сказал, всё выкладывать. А у меня и не было ничего. Я проверяла, у неё не было ничего. Виталий? Я же их сам накопил, на циркуль. Ты смотри на него. Ему лишь бы учиться. Тут семья голодает, у него циркуль на уме. Что ты им чертить будешь? Круги под глазами. Да ему завтра тесты, сложность давать. Другой бы отец радовался. Что ребёнок к знаниям тянется. Я радуюсь. Пока я есть хочу. Давай-давай-давай сюда, не тяни. Будет у тебя ещё сто циркуль. На фига мне сто? Ну, что. Поздравляю. Всё не так плохо. Если мы не будем шоковать, затянем пояса, будем меньше дышать. Нам хватит на три-четыре, а может быть без сметаны. Даже на пять. Тарелочек борща. Знаешь что, Женя, может ты потом пошутишь? А сейчас денежки посчитаешь, а? Это не деньги, это слёзы. А может и... Не, отец не займёт, он жадный. Тут нужна идея. А на работу не пробовал устроиться? Да что за манера у тебя постоянно подкрадываться, папа? Здесь вопросы задаю я. На работу не пробовал устроиться? Семья из провинційного містечка отримала раптово телеграмму. Мне сказано, что дит их занедужа, что нибудь он скопкий и хорит дуже. Семья из провинційного міста. Семья из провинційного міста. Семья из провинційного міста. Сахара маловато. Там и заварки нет. У нас с продуктами небольшие перебои. У тебя с совестью, сынок, перебои, с совестью. На работу когда устроишься? Он старается, он ищет работу. Вот посмотрите, сколько объявлений отметил. Ну, а что он тут? На, отмечал. Начальника станции задавило поездом. Чуть на его место, что ли, хотел устроиться. Нет, это выше смотри, там, где клубы, театры. Так. Стриптиз. Выше. Так тут отмечено. Случайно рука дрогнула. Случайно дрогнула? Четыре раза. Еще восклицательный знак поставил, да? Что это значит, Женя, а? Жесточание. Неважно. Вот, хорошее было место. Киностудия. И что? Ничего. Звонил, три недели назад кастинг закончился. Ты поверил? Да? А где твоя хваленая провинциальная нагласисть, за которой вас так не любят, а? Ну, закончился кастинг, что я сделаю? Что сделаю, что сделаю? Тьфу! Учись, пока я жив. То есть долго. С кем говорю? Дежурные! Кто у нас кастингом занимается? Вот с ними соединяй. Не-не-не надо! Мне потом вообще работы не найти! Я тебе сейчас покажу, кто спрашивает. Фамилия твоя как? Что, не надо фамилию? Вот. Епифанов. Шевченко на проводе. Ну, какой, какой? Тараса Бульба, который написал памятник литературы. Это Гоголь написал. Отчего не ржешь, а? Всегда ржал, а? Ты не один опять, что ли? Чего мне говорят? Что у тебя весь кастинг закончился? Ладно, не свисти. Он у тебя всегда закончился и всегда немного есть. Что такое кастинг? Шучу я, шучу. Короче, Епифанов, завтра к тебе от меня человечек подскочит. Так ты проследи, чтобы у него с кастингом все было нормально. А то ты меня знаешь. Угу. Я не обижу. Федор Петрович, просто слов нет. Вот где-то так вот и надо действовать. Теперь давай сам. Чего сам? Ты же только что договорился обо всем. Да когда? Да когда вот только что по мобильнику? Это калькулятор. Виталик, ты бы лег, поспал. У тебя завтра день трудный. Хоть бы брюки снял, треники. А то помнешь, в школу не возьмут. Школа-то элитная, а ты в мятых брюках. Зря стараешься. Я деньги перепрятал. Это было грубо. Можно подумать, я по твоим карманам шарюсь. Ты не шаришься. Ты боишься ноготки сломать. Ты так все берешь и вытряхиваешь. Все, договорился. Завтра на кастинг. Женька, ты гений. А то. Ну так рассказывай, рассказывай. Как все было-то, а? Чего там рассказывать, Елена? Ага. Поговорил. Прям как Федор Петрович, да? Про Тараса Бульбу там, да? Ну, не совсем. Применил свой способ убеждений. Какой? Уморял. А по поводу чего праздник? Угадай, кто у нас сегодня молодец? Папаша твой молодец. Последний сахар доел. Где сама была, Лена? В магазин ходила. Зачем? Ну, зачем в музей ходят? Посмотреть, как еда выглядит. Ничего, ничего, Леночка. Мы скоро будем в магазин как домой ходить. Денег будет. Тебя что, приняли? Ну, не совсем остались кое-какие формальности. Портфолио нужно. Значит, на работу тебя не взяли. Как успехи, сынок, а? Отлично. Сдал тесты. Сдал. Значит, в школу эту тебя взяли? Почти. Портфолио нужен? Пылесос. Да? Я до шкала. Да? Ты же в разведке служил? Ну, я отвечу уклончиво. Допустим. Ну, вас же там учили чему-то. Не исключено. Ну, вот скажи, допустим, один человек, не исключено, что гад, спрятал деньги. Твои? Общие. Много? Допустим. Скажи, их как-то можно найти? Нужно. Деньги, они должны работать. А не как твой папа. Ну, и как их найти? Психология. Ты этому гаду скажи. Мол, спёрли гад твои деньги. И нету их там больше, куда ты их гад положил. И что? Ну, он непроизвольно посмотрит туда, куда он их спрятал. Рефлекс. Тебе, кстати, усы не идут. Дедушка. Ты, ты. Нет. На пылесос не хватает. На самый дешёвый хватает, я считала. А я говорю, не хватает. Эти деньги можешь не считать. Это для фотографа, на портфолио. Не, ну, согласись, так пылесос важнее. Не соглашусь. Я вообще не понимаю, что это за школа такая, в которой пылесос нужен, чтобы учиться. Элитная школа. Это бандитская школа, милая. Они взятку требуют. Да какая это взятка? Это, это традиция. Это кто не сдал тесты, тот, тот должен помочь школе пылесосом. А кто принёс пылесос сразу, тот, значит, умный и может тесты не сдавать. Не надо себя обманывать. Это взятка. А со взяточниками у меня разговор короткий. Так кто спорит? Как раз короткий и нужен. Отдал пылесос, сказал, подавитесь. И забыл. Нет уж. Никакого пылесоса они у меня не получат. Или мой сын идёт в школу, или они идут в тюрьму. Давай телефон. Алло. Директора школы мне. Кто, кто? Шевченко. Чё-то сорвалось. Анна Григорьевна. Это папа Виталика Шевченко. Что это за история такая с пылесосом? Воюешь? Давай, давай. А отечественное никак не подойдёт? Нет. Да не переживай ты так. Побереги нервы. Дедушка, ну в че меня тоже так ходить? Как? Ну так, чтоб мороз по коже. Зачем? Ну, допустим, я хочу напугать одного человека. Чтоб ему даже в голову не пришло брать мои деньги. Нет. Я не могу. Ну ты же в разведке служил. Ну, я отвечу уклончиво. А как же? Ну, тогда помоги мне решить одну задачу. Есть некий мальчик. Не жадный, но и не дурак. И у этого мальчика есть деньги. Много. Неважно. Как спрятать эти деньги мальчику так, чтобы их никто не нашёл? А, это просто. Да положил. Да вон, в книгу три мушкетёра. Дедушка. Напоминаю. Мальчик, конечно, не жадный, но... Не дурак. А, тогда другой способ. Прячь куда угодно. Главное, не говори никому, куда спрятал. А если кто-нибудь начнёт говорить, что, мол, денег там уже нет, ни в коем случае не смотри туда, куда спрятал. Понятно? А как же? Умный ты парень, Виталик. Жаль, раньше меня не спросил. Деньги бы целые остались. А что с ними? Да кто их знает, где они теперь? Здравствуйте. А вы кто? Сантехник. Кто? Сантехника? А сантехнику тоже, знаете ли, теперь фотографируют? Если сломалось, как зубы. Как я устал от всего этого. Я фотограф. Приехал по-по-вызову. Ши-ши-ши-шевченко Е, это вы? Я? Р-р-раздевайтесь. А зачем? Да, это я всем девушкам так говорю. Иногда с-срабатывает. А? Да где будем останавливать мгновение? Кого? Вы вас. Меня? Фотографировать вас где будем? А, меня? Да, девушка, я фотограф. Приехал по-по-вызову. Вам делать по портфолио, дорогая моя Ши-шевченко Е. А, нет. Дело в том, что у меня мужа тоже зовут Шевченко Е. Да, это я уже понял, что оба вы ели. Второй Шевченко дома? Это, понимаете, он уже передумал. Мы нашли хорошие любительские фотографии, а они тоже очень приличные. А я могу и не приличные? Вы подумайте, не отказывайтесь так сразу. Лен, кто там? А, это сантехник, он уже уходит. О, фотограф. П-п-правда? Это вы мне? Вам пять баксов скидка. За что? За сообразительность. Ну да, ладно. Женя, у нас денег нет. Лена, прекрати. Человеку это совсем не интересно. Стоп, 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 стоп. Это мне как раз и интересно. Что там с деньгами? Все нормально у нас с деньгами. Это у нас на пылесос нет денег, а на Творца, Света и Тени. Вы знаете, я даже не буду спрашивать, при чем здесь пылесос. Да деньги вперед. Йес! Ты завистник и неудачник. И правильно, что у тебя деньги сперли. Те самые деньги, которые ты спрятал, их сперли. Да ну. Ага. Из того самого места, куда ты их положил. Ты чего дожьешь от меня? Что я куда-то смотреть буду, да? Выдам себя, ну ты жди. А я пока на пол посмотрю, на ноги посмотрю, на тебя, Юлька, посмотрю. Да куда угодно я смотреть могу, только не на книгу требует шкетера. А вот можно сделать задумчивое выражение лица? Сделайте. Это я вас фотографирую. А, конечно. Нет, это вы, как будто грецкий орех поветались раскусить, а перекусили язык. Мне нужно простое выражение, просто задумчивость. А это как будто у вас бабушка умерла, и вы не знаете, как про окушенным языком речь на похоронах говорить. Мне нужна чистая краска, чистая. Пожалуйста, задумчивость. Я не понимаю, что вы хотите от меня? Вот, вот уже, уже что-то. Почти какая-то мысль, ну, непонятно какая, какая. Попробуйте посчитать до стас, до стас, до трех, папа, посчитайте. Лучше бы пылесос купили. Милая, помолчи, да? Вот это оно, оно, оно. Вот тоже выражение лица перед словом «отлично». Про что вы думали? Про... Отлично. Отдай сюда! Я дам. А где деньги? А это что такое? Это не деньги. А когда будет готово? Так, все готово. Где компьютер? Давайте я солью. А у нас нет компьютера. Не знаю. У всех должен быть компьютер. Постойте, я заплатил за снимки. Меня никто не предупредил. Ага. А я говорила, лучше пылесос купить. Короче, я свое дело сделал. Найдете компьютер, я солью. Сливай. Бать моя. Ошибочка. Я не мать. Я разве говорил, что можно сюда фотографа пускать? Нет. А че опустили? Вы что, мне все назло делаете? Ну-ка, дай сюда мемористик. Че? Мемористик, говорю, сынок. Неси-ка папе шахматы те магнитные. Размагничивать будете? Ой. Грамотные все, шибко размагничивать. Что, думаешь, если старый грипп, то мемористик от флеш-карты не отличу? Нельзя тут снимать. Здесь секретная зона. Где? Вокруг меня. На 200 метров. Папа, за нами наблюдают. Там в комнате полно камер. Мы три штуки нашли. Это не мое. Я надеюсь, вы пальцем его в объектив не тыкали? Папа. Как я устал. Ты понимаешь, что наделал? У меня теперь ни фотографий, ни денег. Ребенок остался без пылесоса. Считай, что без образования. Не ной. Я твои снимки давно отправил. Куда отправил? Какие снимки? Твои. У меня их куча. В разные позы. Смотри. Боже. Кошмар. Это, между прочим, ты. Тут ракурс любопытный. Куда ты послал их? Куда-куда? Туда. По объявлению. На киностудию. Нет. В стриптиз. Ты же там три раза обвел и восклицательный знак поставил. Ты с ума сошел? Нет. По-моему, это они с ума сошли. Ты им понравился. Они уже ответ прислали. И аванс. А почему бы и нет? Актер я, в конце концов, или не актер? Чем черт не шутит? Устал, милый? Ну, чего ты спрашиваешь? Конечно, он стой. Связки подержи не те. О, ты еще и поешь? Нет. Я еще и танцую. Дети, папе надо отдохнуть. Всем пора спать уже. Давайте. Юлия, вас подвезти? Юлия, вас подвезти? Юлия, вас подвезти? Женя, Женя. Ромбу не танцуем. Женя. А? Ты хоть денег на пылесос дашь? Ребенку все-таки в школу идти надо. Да не надо никакого пылесоса. Я с директрисой договорился. Когда это? Ну, там, на работе. Пока танцевал. Что? Татьяна, ничего ты хочешь. О директрисе, ну, говори. А, ну, она зашла на работу. Ну? Случайно. Я пока танцевал, поговорил с ней по-человечески. Ты же знаешь, у меня своя технология убеждения. Что, умолял? Отвечу уклончиво. Допустим. 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 Субтитры подогнал «Симон»